В прошлом выпуске. Сейчас мы будем готовить мультехникалы. На это блюдо идет мука, яички, молоко, масло, лук, соль и перец. И вторая блюдо у нас будет. Председатель женского совета Дербинского района Айна Сеидова и одна из активисток этой общественной организации Кусум Абдурахманова поделились с нами тонкостями приготовления яичного курзе. Емурта хинкал и гакама – это традиционные блюда в Терекеменской зоне Дербинского района, где проживают в основном азербайджанцы. Лук для начинки этого блюда принято жарить на топленом масле. Чтобы все это было красиво и, соответственно, вкусно. Дорогие друзья, нам повезло, видя, что мы такие начинающие ученицы в деле приготовления яичного курзе, нам предложила свою помощь кистоман. И поэтому мы уже со спокойной душой можем заняться вторым блюдом. Как оно называлось? Это называется кахама. Сегодня у нас яичные блюда. И думаю, они придутся по вкусу всем без исключения, потому что это очень диетический продукт. Что нам нужно для этого? Для этого надо замесить тесто. Так, муку вам. Мы можем параллельно помочь? Вот масло берем, сюда добавляем муку и замешиваем. Растираем с мукой масло. То есть тесто готовится исключительно на основе масла сливочного? Да, тесто тоже добавьте сюда. Давайте. Тесто получается рассыпчато. Вы его пробовали, Айна, вот это блюдо? Чуть-чуть еще добавлю. Еще. Я просто боюсь пересолить. Масло и молоко тоже домашнее у вас, да? Да. Какое жирное молоко? Давай молоко тоже. Полностью молоко? Или чуть-чуть? Молоко, чистый молоко. И воды тоже можно. Если нету молока, с водой тоже можно. То есть для приготовления теста нашим телезрителям получается нужно мука, молоко, и сливочное масло. Какое блюдо напоминает храма? Это яичница? Да. Как яичница говорю? Да? На пиццу похожа? На пиццу. Ага. Яичная пицца. То есть это что-то среднее между итальянским блюдом, довольно-таки популярным у нас тоже, и нашим традиционным, да? Сколько яиц нужно взбить для этого? Надо взбить на эту сковородку 10 яичек. Прямо сюда? Да. 10 яиц. Что вам, да? Винчик. Тоже. Хочу обратить ваше внимание, дорогие телезрители, что из таких вот незамысловатых, обычных, казалось бы, продуктов, можно приготовить разные блюда, что мы сегодня и демонстрируем. И при этом очень интересные на вкус. Вообще в дагестанской кухне издревле использовались кисломолочные продукты, мучные блюда, мясо. И из диких растений готовили. Там либо чуду, либо курзе. И из этих ингредиентов наши женщины разные варианты блюд придумывали и готовили. Я вот смотрю, мне кажется, вот это блюдо, хакама, идеально для завтрака. С учетом того, что там такое легкое тесто и бездрожжевое. Вот обратите внимание, что бездрожжевое тесто, оно вообще всегда было популярно в Дагестане. Сейчас очень модным стало использовать разного рода разрыхлители, дрожжи. Раньше же в основном готовили на кефире, на воде. И это было гораздо полезнее. То, что раньше считалось праздничным обедом, сейчас блюдом. Сейчас это уже ежедневно готовится в наших дагестанских семьях. Так, 10 яиц и... И соль добавим. Соль точно добавь. Мне можно было передать вам. Да. И кислое молоко домашнее. Перед, кислое молоко. С каждого яичка одну столовую ложку. Из расчета на одно яйцо, одна столовая ложка кефира. Предварительно взбиваем яйца. Добавляем щепотку соли. Тесто мы разделили на две части. И раскатываем такой небольшой пласт, да? Да. Форму теперь делаю сейчас. Да, все зависит от того, какая у вас сковорода. Если вы взяли большую форму, то тогда надо будет побольше раскатать. Если у вас форма небольшая, ну раскатывайте поменьше. Скажите, по краям должно тесто подниматься? Нет, сейчас покажу. Достаточно? Достаточно. А, вот так, да? Парочку сделаю сейчас. Сейчас ее будем ставить, пожарить. Ну, такую пиццу мы точно до сих пор не видели. Я думаю, для наших телезрителей тоже это в новинку. Без начинки. Вот так отправляем в духовку. Обратили внимание, как это легко делается? Теперь дырочки небольшие, да? Нужно сделать. Чтобы не поднималось. Все, готово. Ну, с начинкой надо подождать чуть-чуть, да? Да. Отправляем в печь. Давай, туда, там 10 ложек. Уже все, все готово. Готово, да? И все. Начинка у нас готова. Сколько времени тесто должно побывать в духовке? Сейчас. Пожарится чуть-чуть. И массу тоже добавим. До полного приготовления? Или оно до полуготовности доводится? До полуготовности. Кусун, у вас такая красивая духовка. Скажите, кто строил эту духовку? Это я сама своими руками построила. То есть, вы хотите сказать, что вот эту красивую печь построили вы сами? Да. Какие все-таки женщины живут в Юждаге? Все, у нас основа готова. Готово. Сейчас добавляем начинку. Передать вам? Передать. Масло тоже, да? Сколько масла. Так, сначала, получается, мы наносим топленое масло, а затем сверху заливаем яичную массу, да? Да. До краев или оставляем чуть-чуть? Оставляем. Все оставляем. Угу. Так, главное, так. Сейчас это оставляем на карточку. Вот мне всем хозяйкам хочется напомнить о правилах безопасности работы с огнем. Соблюдайте их, потому что надо бережно относиться и к своим рукам. Прихватки обязательно используются. И вот такие приспособления. Лопаточки специально. Это оставляем на 20 минут. У нас как раз есть время, чтобы доготовить яичные курзы. Дорогие друзья, вы, наверное, обратили внимание, что наша героиня периодически следит за блюдом. Ама требует к себе очень пристального внимания, да? Да. Пока запекается Гакама, мы говорили о творческой работе Кусун. В частности, о работе в фольклорном ансамбле «Терекиме», который возглавляет заслуженный работник культуры Республики Дагестан Адиль Кулиев. В 2018 году ансамбль становился лауреатом премии правительства Республики Дагестан «Душа Дагестана». Республики Дагестан «Душа Дагестан» 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 успешной и на радость родителям и бабушке с дедушкой. Спасибо вам. Спасибо. Она тоже хочет это. Вот так. Сколько внимания у меня, скажи, сегодня. Чудо. Первое блюдо получилось очень вкусным, нежным. И думаю, сейчас уже попробовать курзе. Вот эту курзешку наверняка делала я. Потому что шоу разошелся. Но начинка не вышла. Вот там большой плюс яичного курзе. Очень вкусно. Дело в том, что я пробовала яичное курзе, но там чуть-чуть другая начинка шла. И на самом деле вот это блюдо, оно уже как совсем новое блюдо играет только за счет того, что здесь вот прожаренный на топленом масле лук. В Южном Дагестане ни одна трапеза не проходит без чайной церемонии. Чаю здесь уделяется даже больше внимания, чем любому блюду. Мы сейчас как раз приступаем к чайпетю. А вы, дорогие друзья, если хотите вспомнить рецепты блюда, которые мы приготовили сегодня, можете заглянуть на наш сайт по адресу Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова